У нас вот есть же определенные циклы. У нас вот есть вопрос такой, конечно, трудно без консультации, но тем не менее, хоть как-то мы можем что-то, о чем-то говорить в общем. Вот у нас пишет Руссо. Мой муж погиб в автокатастрофе в 93-м году, ему было 30 лет. Я осталась с двумя маленькими детьми на руках. Я не пойму до сих пор, это моя карма остаться одной из детьми или это карма мужа, уйти рано. Да, да, вопрос очень даже актуальный. Это универсальный вопрос. То есть то, что в моей жизни происходит, это как бы моя карма или это вот кто-то виноват в том, что со мной это все произошло. В данном случае не виноват, а в данном случае сравнение его кармы, она не говорит, кто виноват, она скажет, это карма его или моя карма. Да, да, то есть какая, чья карма сработала? В ведических текстах говорится, хитросплетение кармы очень сложно проследить, да. Хотя карма – это определенная как бы наука. Поэтому можно ответить на этот вопрос, естественно. В тот момент, когда женщина вступает в отношения с мужчиной и образуется семья, да, то их индивидуальная карма также превращается в семейную, в коллективную карму, да. Поэтому там присутствует один момент. Кроме того, что есть карма мужа, есть карма жены, есть еще их совместная карма, да. И плюс, так как они не просто семью образовали, они, как бы, эта семья принадлежит роду определенному, да. Поэтому там еще действует карма рода. Поэтому, строго говоря, нужно смотреть, первое, карму рода. Второе, нужно смотреть их общую карму. И вот в соответствии с кармой рода, их общей кармой, вот, их жизнь в какой-то момент развела. То есть он ушел из этой жизни, она осталась в этой жизни. И это их совместная заслуга. Это не то, что кто-то из них только отвечает, ответит за это. Хотя, естественно, если анализировать, можно посмотреть, кто больше, ну, как бы, больший вклад в эту карму делает. Но в любом случае это их совместная карма. Плюс карма рода. Поэтому, когда мы смотрим, опять же, карту человека, да, мы в этой карте видим задачи, связанные, вот, кармические задачи, связанные с родом, связанные с семьей, ну, и связанные индивидуально, с конкретной личностью. И вот если эти задачи отслежены, как бы, и если эти задачи проанализированы, то заранее можно что-то предпринять. Но если это уже состоялось, это, как бы, вещь произошла, опять же, можно посмотреть карту этой женщины, да, и посмотреть, какие показатели в этой карте указывают на вот эту кармическую задачу, через которую, как бы, ей пришлось пройти, да, эту ситуацию кармическую. Потому что там также это завязано и на ее карму, без сомнения. Нет, да, хотя, так как это все произошло с ее мужем, то, без сомнения, его карма присутствует. Поэтому карма не может быть отдельно мужа и жены. Если они вместе, у них действует совместная карма. Ну, так бы я ответил, проанализировал, навскидочку, да. Да. Хотя нужно смотреть карту, и там, без сомнения, есть какие-то показатели, которые могут объяснить подробную ситуацию. Я, да, я согласен. Я бы, допустим, может быть, добавил сюда еще, что ведь не случайно встреча, допустим, была с мужем, не случайно он стал вашим мужем и отцом двоих детей. То есть это означает, что надо было, я бы, допустим, смотрел уже и его родителей, допустим, и их связи. То есть мы смотрим дерево, скажем, вот это, ну, так называемое генеалогическое дерево, я бы по-другому называл это, ну, в западном смысле это. То есть почему эта ситуация произошла, и в принципе, да, тут надо рассматривать три вещи, действительно, его отдельно, вас отдельно и вас совместно. А то, что предупредить и просмотреть можно было, это да, я задавал вопрос в предыдущей программе, Елене Порецкой, допустим, по этому поводу. Ну, там другая просто методика, допустим, просмотра и определения вот таких жизненных циклов. Но в данном случае мы говорим о программе, которая, вот, кстати, есть в Игоре Каре, которая как раз-таки программа жизненных циклов или определение жизненных циклов, которую человек должен знать обязательно с момента своего рождения, потому что есть программа, она свыше предопределена. И вот если мы знаем эти циклы, тогда нам намного проще будет принимать эти вещи и даже предсказывать это все, как бы это ни звучало. Ну, вот, примерно так, это вот на ваш. Поэтому, Роса, я бы советовал вам, допустим, ну, если вам это надо, если вы хотите, то это должна быть какая-то частная программа, частная консультация. Напишите в центре Сангейтс, я сейчас еще раз дам адрес, имейл, ну, и вам администрация ответит, как можно связаться с ИГЭ. Продолжение следует... Продолжение следует...